Итак, раздел проповедь. И мы начинаем с первого текста для проповеди. Первый подраздел этого раздела. Текст для проповеди. Что проповедовать? И Библия не оставляет нас без ответа на этот вопрос. Что проповедовать? Бог не только посылает на проповедь, но Бог дает слово для проповеди. Он послал Леону в Неневию и вложил слово в уста его. Встань иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Бог дает, что проповедовать. Вот и наша задача проповедовать слово истины. Бог века сего ослепил людям умы. И нам надо помочь снять с их глаз покрывало. Вот телевидение, средства массовой информации пытаются навязать другие ценности. Мы проповедуем слово истины. Люди живут в трудном мире, поэтому нуждаются в слове благодати. Их давит жестокая реальность, страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. Надо противостоять греху, поэтому мы напоминаем о Боге всякой благодати. Мы проповедуем слово благодати. Мы проповедуем о Христе, от которого мы получили благодать на благодать. Мы живем в воскриненном грехом мире, где трудно сохранить чистоту, поэтому церковь нуждается в слове праведности. Мы проповедуем слово праведности, которое очищает и показывает нашу греховность и приведет нас к Богу. Слово праведности. И, наконец, мир должен услышать слово примирение. Миру нужен мир, мира нет. Нет мира в домах, на рынках, порой даже в церквах. Нет мира между народами, между партиями и конфессиями, но Бог может примирить с собой мир. Поэтому мы проповедуем слово примирение. И, слушая нашу проповедь, люди приходят ко Христу. Потому что слово Божие – слово веры. Оно производит веру и остается словом силы. Поэтому посвящены Слову Божию, мы изучаем его день и ночь, мы работаем над Словом Божиим для того, чтобы люди приходили к вере. Вот мы проповедуем слово веры, слово истины, слово благодати, слово праведности, слово примирения и слово веры. Апостол Павел говорит, проповедуй слово. Старайся себя представить Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. И церковь – это место, где проповедуется Слово Божие. Место, где проповедуются, и проповедник объясняет священное писание и показывает, как применить их к жизни. Это Слово Божие. И проповедь должна быть основана на Слове. Иногда мы используем тот или другой стих, как стартовую площадку, которую мы оставляем и больше никогда к ней не возвращаемся. И библейский текст часто может быть эпиграфом проповеди, но не основой проповеди. Но церковь – это место, где проповедуется Слово Божие, именно Слово Божие. Почему мы проповедуем Слово Божие? Содержание нашей проповеди исходит от Слова Божия. Помните, мы читали Билли Грэма, я до конца не дочитал этот раздел. Вот он цитирует в своей проповеди «Крест» Библию 23 раза в одной проповеди. 23 раза в одной проповеди. Из 15 книг – это только в одной проповеди. Проповедь о грехе у него включает 32 прямых цитаты из Библии. Вот содержание исходит из Библии, из Слова Божия. Авторитет и власть исходят из Слова Божия, а не нашего мнения. Авторитет проповеди предает Слово Божие. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь! Что скажет мне Бог мой, то изреку я». Жаль проповедника, который преподает свое мнение. Именно Слово Божие предает проповеди авторитет и власть. Мы не передаем свой блог. Мы говорим не о том, что мы подумали, мы думаем. Мы говорим о том, что провозглашает Господь. Мы передаем Слово Божие людям. Авторитет и власть исходят из Слова Божия. И сила в Слове Божьем. Сила исходит из Слова Божия. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Сила в Слове Божьем. Именно Слово Божие производит силу. Александр Солженицын в своей речи по случаю поручения Нобелевской премии сказал, «Какова роль писателя в нашем жестоком взрывном динамичном мире? Мы не имеем ракет, чтобы взрывать. Нас презирают те, кто имеет силу и власть. Но писатели и художники могут сделать что-то большее, и они могут победить зло. Не надо оправдывать себя тем, что у нас нет оружия. Пойдем на битву. Одно Слово Истины перевесит весь мир. Одно Слово Истины перевесит весь мир». И об этом говорил апостол Павел, посланник фессалоникийцам. «Благовествование у вас было не в Слове только, но в силе и во Святом Духе и со многими удостоверениями». Слово Истины. Слово Божие в Слове Божьем сила, и Слово Божие производит веру. Вера от слышания, от слышания от Слова Божья. Какими бы убедительными мы ни были, Бог производит и к Богу приводит не наше искусство и убеждение, а Слово Божие. И благодаря Слову вера возрастает. Поэтому мы проповедуем Слово. Но это мы на основании Писания, вот ободряем себя, учим себя, наставляем себя. Мы стоим на основании Слова. Вот сейчас мы перейдем непосредственно к работе, со Словом, к работе с текстом. И начнем с выбора текста. Перед тем, как проповедовать, надо сначала выбрать текст, на основании которого мы будем проповедовать. Такая подтема наша – выбор текста. Выбор текста. Выбор текста кажется делом элементарным, с одной стороны. Легким, элементарным. Открыл Библию, прочитал, объяснил. Но уже на этом этапе часто некоторые проповедники делают какие-то ошибки. Или пренебрегают какой-то частью Писания. Или искажают, или врывают текст из контекста, используя неподходящие слова. Или тексты к данному случаю. С другой стороны, выбор текста становится для некоторых камнем преткновения. И кто-то заметил по этому поводу так. Если кто затрудняется в выборе текста, по-моему, это Спирджин писал, тот лучше сделает, если вернется к своему прилавку или к своей сахе, потому что, очевидно, он не имеет требующихся для проповеднического служения способностей. Мне трудно согласиться с таким выражением, потому что я сам поначалу имел большие проблемы в выборе текста. Я не знаю, кто из вас имеет проблемы. Как вам? Легко выбирать текст? Или бывают проблемы? Нелегко. Нелегко? Нелегко. Тоже нелегко. А кому легко? Нет таких? Кому легко выбирать текст? У меня сейчас практически проблем нет с текстом. Ну, намного меньше, чем в начале. Но раньше это было тяжелое время. Вот я помню, особенно, когда я начинал проповедовать. Легко было, когда вдруг текст вот вдруг набрасывался на меня, овладевал, я начинал думать об этом, размышлять и проповедовал его, и не успокаивался, пока не разрабатывал текст. Но не всегда бывает такое вдохновение, иногда бывает мучение. И даже на празднике, вроде на празднике знаешь, о чем проповедовать? О рождении Христа, а какой текст выбрать? О пасхе, а какой текст? Вот. И проблемы иногда обостряются. И один человек дал такой совет. Если ты не можешь найти подходящего текста, то говори на слова. Парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадок, Японта, Иасли, Фриги, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Еленеи, пришедшие из Рима, иудеи и празелиты. Вот если не знаете уже, о чем проповедовать, возьмите этот текст и проповедуйте. Вся география. Ну, мне, к счастью, не пришлось воспользоваться этим советом. Но проблема выбора текста не в том, что текстов нет. Проблема в том, что их много. И кто-то сравнил проповедника с любителем растений, который входит в прекрасный сад. В саду столько красивых цветов, а сорвать можно только один. И вот в этом основная проблема. Действительно, в Писании много текстов, много идей, много тем. Вот и нам не надо даже читать газеты, чтобы найти очередную тему для проповеди. Надо открыть Библию. В Библии сокрыто большое богатство. Вот Библия изобилует темами. В Библии очень много тем, о которых можно говорить и говорить, и говорить. Выносите новые и старые. Библия говорит о семье. Библия говорит о социальных вопросах, богословских. Библия говорит о будущем, о настоящем, о прошлом. В Библии очень много сказано о том, что нужно людям. И горе проповеднику, который, когда слушатели просят хлеба, подает им камень, который не проповедует Слово Божие. Горе проповедникам, которые стали ветром, и Слова Господня нет в них. Горе тем, которые издают неопределенный звук, как написано в Первом Каринтоне, и люди не знают, что делать. И благо церкви, где проповедник углубляется в Слово, изучает Слово и передает Слово. Поэтому, братья, пусть Слово Божие вселяется в вас обильно. Когда Слово Божие будет вселяться в нас, тогда мы будем проповедовать его другим людям. Библия изобилует темами, и нам надо проповедовать Библию, и проповедовать все, что говорит Библия, всю волю Божию. Вот я думаю, что мы даже как проповедники имеем такую особую ответственность, вот не просто проповедовать всегда все то, что нам придет в голову, то, что мы слышим, но стараться проповедовать всю волю Божию. Например, проповедники некоторые могут проповедовать много о поправдании, но не проповедовать об освящении. Или наоборот, проповедовать о законе, о добрых делах, но не проповедовать об оправдании. И вот наша задача как проповедников пропозглашать всю волю Божию, говорить обо всем, что говорит нам Господь. Говорить не только о покаянии и вере, но говорить и о том, что следует после покаяния и веры. Говорить об освящении, говорить о приходе к Господу. Ну и стараться делать так, один проповедник говорил, вот я стараюсь делать так, чтобы в любой моей проповеди было практически все необходимое для спасения. Я думаю о том, что какой-то человек может слушать только одну проповедь. Я проповедую, этот человек пришел один раз. Он услышал мою проповедь, я ему скажу о грехе, я скажу ему об ужасах хада, но я не скажу о том, как Христос спасает. Поэтому, может быть, в этом есть мысль какая-то. Я понимаю, что мы не можем все включить. Каждая проповедь имеет свою цель, название, свою какую-то идею, аудиторию. Но не так сложно, наверное, добавить несколько слов в каждой проповеди для грешника. Вот если вы понимаете, что могут быть люди неверующие, сказать несколько слов о покаянии и сказать несколько слов об оправдании веры и освящении. То есть наша ответственность стараться охватывать всю Библию и не только, скажем, проповедовать на основании одной книги, вот или только на основании Нового Завета. Для чего Ветхий Завет? Больше 900 страниц записано для того, чтобы мы проповедовали. Библия очень много темы и она богата изложением Бори Божьей. Библия изобилует текстами. Иногда, правда, нам приходится бороться с текстами, как Иаков. Помните, Иаков всю ночь боролся с неизвестным. А что в результате было? Он благословил его. Вот и когда мы всю ночь боремся с текстом, вот тогда текст нас благословляет. Утром мы встаем и у нас есть что сказать. Но это надо бороться иногда. Иногда надо очень крепко, сильно бороться. Вот долго бороться. Вот. И тогда текст нас благословит и мы можем проповедовать Слово Божие. Вот. У апостола Павла всегда был текст для проповеди. Помните, когда апостол Павел пришел в одну из синагог, начальники послали сказать. Мужи, братья, есть ли у вас слово наставление к народу? Если есть, то говорите. Что апостол Павел сказал? Я не в графике. Я не готов. Вот. Сегодня пусть там Аполлос проповедует. Я пришел сюда отдохнуть. Вот. Я и так в своей церкви на проповедовался. Апостол Павел говорит, конечно, есть. Проповедник всегда готов проповедовать. Вышел и проповедует. Проповедник всегда готов молиться. Помните? Проповедовать и умереть. Хороший проповедник всегда готов. В Библии много текстов для проповеди. В Библии очень много терминов, которые мы можем проповедовать. Благодать, искупление, прощение, спасение. Вот. Некоторые уже, наверное, запыленные. Давно ли вы проповедовали о благодати? Я помню, в церкви сказал проповедь у нас об оправдании. Вот вроде такая уже тема избитая. Но я так настоятельно говорил об оправдании веры. Один брат подошел, потом говорит, у меня как крылья вырастли все равно. Говорит, давно не слышал об оправдании, что мы оправдываемся верою. Уже забыл, что мы верою оправданы. Давно ли вы проповедовали о благодати, о прощении, о спасении? Сколько таких слов? Вообще любое слово в Библии взять. Один проповедник сказал проповедь на слово «но». Ну что может быть короче слово этого? Нейман был хороший человек, но. И вот на это слово «но» он сказал проповедь. Что можно быть хорошим, все может быть хорошо, но есть какой-то грех. Есть какая-то оплошность, какой-то недостаток, который все портит. Может быть и у нас такое может быть. Нейман был хороший человек, но. Мы знаем, что человек будет жить не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому будем каждое слово Библии. Можно по порядку брать, как я вам уже говорил. В начале было слово, взять Иоанна. Слово было у Бога и слово было у Бога. Там каждое что-то слово имеет значение большое. Или в начале сотворил. О, это целая проповедь. Сотворил. Бог. Кто такой Бог? Опять проповедь. Небо и землю и так далее, и так далее. Действительно Библия богата. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok